Денис, приветствую тебя. Традиционный эфир. Привет всем. Ментальный анализ. Большой спасибо, что нашел время. Сейчас на рынках серьезная волатильность. Мы видим это по тому, как ходят финансовые активы буквально всех секторов. Давненько мы с тобой не смотрели на фунт. Кстати говоря, актуально будет сегодня, потому что, как отмечают фундаменталисты, в день, когда Банк Англии сразу публикует объемную купа активов, процентную ставку, прогнозы, ожидания, протоколы. Супер четвергом называют так. И фунта, конечно же, нужно будет сегодня, ну хотя бы с порядка новостей, осветить. Если у тебя есть что-то в плане техники интересное, будет круто, если так же подскажешь трейдерам нашим, которые следят за совместным аналитическим творчеством, как можно действовать. Можно также посмотреть на евро. Тоже очень актуальная валютная пара в моменте, потому что мы вот-вот уже пробили поддержку 1.12, текущие локальные котировки 1.19.88. И, конечно же, уровень важный и в плане техники, тем более, с точки зрения фундамента, сейчас могу тоже прокомментировать, что там у нас есть в моменте. Ну давайте не будем тянуть, перейдем к демонстрации экрана, начнем с меня. И начнем тогда с евро против доллара. Так, секундочку. Так, пошла демонстрация. Верно, Денис? Видно уже? Да-да, видно-видно. Отлично. Так, ну что, действительно, евро пробил поддержку 1.12. Сейчас вся возня, которую мы видим на рынках, связана с прежними экономическими стимулами, точнее обсуждением программы Байдена и именно тем, как бодаются республиканцы и демократы. Начали мы эту неделю с того, что Байден решил лично встретиться с лидерами мнений среди республиканцев. Республиканцы предложили альтернативу 600 миллиардов, там чуть побольше, то есть фактически в три раза меньше, чем хотел дать себе Байден. Байден не согласился и, в принципе, сделал еще в понедельник заявление о том, что демократы рассмотрят возможность того, как бы провести вот эти расходы бюджетные в обход республиканцев. В принципе, вчера стали активнее звучать разговор о так называемой процедуре бюджетного примирения, когда демократы могут принять, ну в данном случае, законопроект и практический закон о новых стимулах без достаточной поддержки республиканцев, то есть простым большинством. И вот последние новости, которые я видел, то, что Палата представителей, в принципе, не против того, чтобы такого рода рассматривался сейчас прецедент. Я, честно говоря, Денис, очень рассчитываю на то, что вот эти настроения, которые в моменте мы сейчас наблюдаем на рынках в отношении бакса, сомнения в том, что экономика получит столько денег, сколько ей необходимо. Это сомнения, которые локально привели к росту курса доллара. Это все косрочные тенденции, динамика. И в зависимости от того, насколько решительным будет Байден и демократы в ближайшие дни, до конца этой недели, ну максимум на следующей, все может измениться на финансовых рынках. И тот же самый тренд на ослабление доллара, который ранее транслировался неоднократно лично мной, этот тренд будет продолжен. Сейчас по евро, как бы это странно ни звучало, как отмечают, что если идет развитие нисходящего тренда, выкупать это, покупать падающий кинжал. Я все-таки предположу, что текущее значение 1,20 – это ну слишком уж крутой уровень, который просто так вот существенно, ну протестировать его можно, но так, чтобы пара оказалась значительно ниже, я думаю, что оселенок уже у продавцов не хватит. Поэтому тем, кто хочет рискнуть и тем, кто согласен со мной, что не нужно списывать продажные сделки по доллару со счетов, именно выкупа главного валютного риска может стать очень хорошей такой средней-долгосрочной сделки. 1,20 – я всегда даже на своих брифингах отмечал уровень как очень привлекательный для занятия именно долгоиграющих планков. Поэтому сегодня я предлагаю действовать решительно. Сейчас мы обхаживаем этот уровень 1,20, и, может быть, уже до конца этой недели пара отскочит существенно выше данного значения. Ну и это уже прокомментируем на следующей неделе. Фунт, как я отметил, сегодня, конечно же, герой фундаментальный, потому что Банк Англии по основным параметрам все без изменений, и ставка, и объем программы количественного смягчения прогноза, я думаю, что тоже существенно не изменится. Интересно будет понаблюдать за риторикой Бейли, которую возглавляет британский регулятор, и ему придется снова комментировать перспективы дополнительного смягчения монетарной политики и ввода ставки ниже нулевой отметки. Но хочу отметить, что в Англии сейчас идут очень успешные кампании по вакцинации. Это прям пример среди европейских регионов и пример для всех других стран. Второй нюанс. Борис Джонсон в ходе своего публичного выступления буквально вчера впервые за долгое время отметил позитивную динамику по ковиду, и то, что эта позитивная динамика совсем скоро, может быть, даже в середине этого месяца, позволит Англии начать отказываться от общенациональных карантинов. Это, разумеется, тоже мощный позитивный хат-риггер. Поэтому сегодня я уверен, что Бейли не... Он коснется темы отрицательных процентных ставок, но скажет так, что они абсолютно неуместны сейчас. И как только это произойдет, соответственно, интерес к фунту должен снова повыситься. Вот в моменте, это часовой таймфрейм, друзья, котировки 1.3595. Я сегодня на своем брифинге в качестве уровня потенциального входа в сделку отметил поддержку 1.3550. Кому интересно, кто считает, что Бейли поступит так, как я отметил, можно попробовать через отложку Байлимит действовать с этого значения в расчете уже на последующий рост. И что касается золота, к сожалению, оказались мы ниже линии тренда. Надо, кстати, немножко пересмотреть формацию котировки. Сейчас 1814. Я предлагаю по золоту для тех, кто не открывал позиции раньше. Дальше сейчас уже ничего не предпринимать и дождаться развития событий по вопросу экономических стимулов в США. Надеюсь, что развязка уже близка. Если мы получим новость о том, что стимулы согласованы, тогда золото нужно будет покупать. А до этих пор при таком движении вниз золото легко могут утянуть их поддержки 1800 долларов за тройскую унцию. Денис, слово тебе. Так, слово взял, пока сделал. В принципе, я на самом деле во многом согласен с тобой. Сейчас покажу свои небольшие уточнения. Значит, что касается евро. Евро сейчас прямо находится в очень сильной области поддержки. Я уже даже так чуть-чуть его прикупил, потому что на самом деле цену загнали в нижнюю границу месячных опционных контрактов. Если вспомнить, что у нас, собственно, экспирация месячных контрактов будет завтра, то, конечно, с этой области маркету будет крайне выгодно откупить. То есть, соответственно, немножко хотя бы продвинуть цену повыше. Потому что вот прекрасно видно уже, где, так сказать, кучкуются месячные опционные премии. Самые крупные, вот 3,700 открытый интерес в районе 1,1963 примерно, 4. И здесь же также находится еще и зона повышенной волатильности. Поэтому я считаю, что вот эту область будут стараться, во всяком случае, с нее откупить. Поэтому я лично немножко купил. Самая разворотная, она длится вот вплоть до 1,960. Так что вероятность для коррекции с этой области есть и весьма, даже не коррекция, а продолжение лонгового движения есть и весьма немаленькая. Потому что если посмотреть вот на общую структуру движения, то мы видим, что на данный момент цена подходит, точнее, подошла вот только-только к самой ближайшей поддержке, которая была сделана. Поэтому на самом деле никаких тут, я уже читал, там писали все, там евро на 1,15, 1,10. Ну, началось, короче, в кухне утро. Как обычно, стоит там по 10 пунктов вверх не сходить, уже большинство начинает там панику кричать. Ну, в принципе, меня тоже не удивляет абсолютно. Вот, ну, я пока придерживаюсь такого сценария. Отмены его на данный момент я не вижу. Еще с понедельника тоже своим ребятам показывал, что здесь мы будем пробивать минимум, потому что эти объемы, которые вливались, они вливались не просто так. То есть их реализовали, я считаю, в полной мере. Что касается фунта, я согласен с тобой. Единственное, только маленькие корректировки по уровням. Дело в том, что у нас здесь есть очень хорошая область поддержки, сочетаемая также с одной-второй маржинальной зоной поддержки. Это 1,3510, 1,3540. Вот этот диапазон самый такой выгодный будет как раз для покупок. С текущих, ну, я считаю, это рисково будет, потому что все-таки, если посмотреть на разброс профильных объемов, то у нас получается очень большая вот область накопления сделана, и это крайне такая опасная штука. Вот. А вот эта область, которую я назвал 3510, 1,3540, это зона вращения. И чаще всего они для цены срабатывают очень хорошим триггером для отскока. Поэтому по фунту, я думаю, что все-таки добьют еще пониже. И затем уже наступит такой полноценный разворот и продолжение движения вверх, потому что уже на многих контрактах одна и та же цифра везде практически всплывает. Это, конечно же, 1,40. Вот. Поэтому я лично считаю, что эту область с большей долей вероятности все-таки штурмовать будут там февраль или март, вот заранее сложно сказать. Скорее всего, в феврале, судя по тенденции. Поэтому я бы больше рассматривал лонги на окончании коррекции. Что касательно золота, да, по золоту мы оказались неправы. Здесь я рассчитывал на то, что вот прямо с этого накопления начнется продолжение движения вверх. И, в принципе, на самом деле очень многие факторы на это указывали. Но, тем не менее, вот имеем, что имеем, как говорится. На новом контракте фьючерсном мы видим, вот они точные вливания как раз здесь проходили. Плюс ко всему, свеча опорная, она была полностью пробита вниз. Когда цена уже вот сюда подошла, тогда, собственно, это еще позавчера было, как раз во вторник. Я для своих ребят уже переделал анализ, показал, что с огромной вероятностью мы будем двигаться вот в эту область. То есть 1765-1775, а с этого диапазона уже действительно продолжение лонговой тенденции вверх. То есть здесь оно выглядит очень логично. И также на следующих, я смотрел, опционы-контрактах, у нас большое прибавление открытого интереса по колам. То есть, следовательно, профессиональные рыночные участники все-таки ждут роста. Но так как эта работа происходит через опционы, то здесь им абсолютно, в принципе, все равно, насколько там будут снижаться, не снижаться. Самое главное, это фактор времени будет. Ну, конечно же, волатильности. Так что, а, ну да, ну, с учетом еще также, если небольшой такой межрыночный анализ провести, то золотодобывающие компании США и Австралии сейчас, кстати говоря, начинают их потихоньку пампить. То есть начинают разгонять их акции. И, следовательно, оно все в такой очень красивой большой связке движется. Тем более, чем больше я сейчас в деле времени изучаю фондовый рынок, тем больше понимаю, что является реальным триггером движения. То есть валюта – это уже как бы следствие всех тех процессов, которые прошли. То есть в данном случае макро – это эффект от микро, которое было. А компания, естественно, это у нас уже микроэкономика. И, следовательно, вот сейчас, так как начинают пампить потихоньку золотодобывающие компании, золото здесь, ну, честно, кроме как роста, я не вижу другого сценария абсолютно никакого. Ну, да, увеличили еще коррекцию. Но, опять-таки, за диапазон второй половины прошлого года цена абсолютно никак не выходила. По-прежнему в таком размашистом среднесрочном флете движется. Так что самые вкусные покупки именно с этого диапазона, я считаю, действительно могут нам полноценные дать. Спасибо, Денис. Следим, наблюдаем за тем, как в итоге поведут себя рынки. Тебе классного закрытия недели и хороших выходных. Да, спасибо, коллега, взаимно и до вторника. Пока-пока. Пока.